сдернуть сдернул а дальше идет мягенько ну как я и сказал то действительно болт такой на две стороны шпилька по-хорошему чтоб к нему удобно подлезть нужно снять управление коробкой вот такая вот штукенция откручиваю второй болт на второй болт это уже легче остальные два болта мы откручиваем снизу откручиваем вот болт у нас крепления кабеля на проводке мы вместе с кронштейном его отведем в сторону и у нас вот здесь открывается за ним болт и вот здесь у нас за проводом тоже один болт все это будет три болта как раз один который сверху выкрутили и два нижних а после этого уже стартер посмотрим мы будем с него плюс снимать не будем будем его полностью вытаскивать нет как нам с ним надо будет поступить уже посмотрим дальше все открутил я оба болта не средний и нижний снимая вот этот разъем с датчика поддеваю здесь фиксатор и стягиваю его аккуратненько вверх а вот теперь мне патруба который идет на дроссельную заслонку мешает стартер него упирается я сейчас сверху соединение раскручу все стартер я подсветить и показать одновременно так вот стартер вывел и отвел в сторону снимать его не буду провода я от него откручивать не буду так он у меня и будет если посмотреть все я могу поставить фиксатор и я могу потом после того как откручу шкив коленвала могу установить стопор куда покажу приобрела такой вот набор сети 4611 заказал с ebay сделаю по нему отдельный обзор по размеру чтобы если что можно было изготовить самому беру вот этот фиксатор устанавливая его на два болта на верхней на нижней вместо стартера а потом уже эту пододвину зафиксирую через зуб маховик и откручу болт шкива все прикрутил я этот фиксатор зафиксировал маховик и теперь иду откручиваю болт шкива головка на 22 все болт пошел теперь снимаю фиксатор и выставляю метки чтобы ставить штифт фиксации маховика вытащил вот этот экран шумоизоляционный также открутил вот здесь сбоку два болта на 13 ключик и снимаем вот эту пластиковую такую большую накладку пыльник а вот теперь беру этот фиксатор и только здесь снизу можно его вставить в отверстие в какое отверстие сейчас покажу попробую попробую через зеркало показать так провод сейчас уберу вот мы отверстие забито грязью сейчас я его очищаю все зафиксировал я штифтом вот видно вставил насколько я его в маховик чистил сначала отверстия в блоке куда входит штифт а потом еще отверстие маховики никак не заходило тоже немножко грязью коррозии покрылась от времени пришлось помучиться весь процесс уже не показывал потому что это было долго первый раз делаю ну и сейчас достану прожектор здесь вот он если отсюда посмотреть штифт стоит вот так вот под углом тоже его вставил немножко просто делал усилия чтобы натянуть ролик ремень все таки маленько под растянулся и зубья разбежались то есть метки маленько разбежались поэтому сейчас я уже откручиваю шкив и снимаю приводной ремень беру сверлышко 3,8 миллиметра вставляем вот сюда теперь натягиваю взвожу натяжной механизм приводного ремня головка на 15 и заталкиваю сверлышко зафиксировав натяжитель все приводной ремень можно снимать зафиксировав зафиксировав на натяжной натяжной ролик мы тоже заменим будет он у нас оригинальный лр ноль 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 тридцать шесть пятьдесят один в течение и 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 Шкиф. У него есть шпонка, но у него ход на шпонке большой, у шкива. Шкиф. нижнюю крышку я тоже снял но мне очень интересно почему такой большой ход это наверное как раз свободный ход для выбора зажигания при установке ремня чтобы она немножко могла двигаться как сам шкив также и сам зубчатый шкив это у нас считывающая шайба она имеет плотную посадку по шкиву она не двигается вот датчик положения коленвала поэтому считываю еще устройство нас считает нормально эти зубе могут немножко колебаться как раз тот вариант что я ослабил шкив когда устанавливал штифт коленвала фиксирующий и штифт распредвала я смог их поставить хотя ремень немножко уже под растянулся но в принципе метки выставлены все выставлено можно натяжной ролик ослаблять ой свет уронил вот хотел показать мишень натяжителя вот она вот эта стрелка должна быть посередине вот этого зуба прорези она немножко смещена но опять же это все в пределах допустимого пробег для замены 120 тысяч должен быть но решили заменить раньше и заказали комплект также менять будем и помпу сейчас скидываю ремень скидываю помпу но перед этим солью антифриз откручиваю натяжной механизм бит от 50 ключик на 13 но и а и и а Ролик еще живой. Ремень тоже еще живой. Зуб даже не подорванный. Еще родная маркировка осталась. Power Grip Gates. Натяжной ролик тоже еще живой. Но мы это все ставим новым. Ну а теперь сливаем антифриз. Поднимаю автомобиль. Вот у нас по ходу движения с левой стороны. На радиаторе снизу слева краник. На него одел шланг и открываю антифриз. Также его хорошо видно сбоку. Краник очень хитро сделан. Здесь получается он против часовой стрелки поворачивается на 90 градусов. После этого он расшевеливается немножко как бы выдергивается и поворачивается еще на 90 градусов. И уже потом только бежит нормальный антифриз. Просто крутить его не нужно. Повернули на 90. Вытянули, повернули еще на 90 градусов. И тогда антифриз уже сбегает. С радиатора антифриз я слил. Слилась где-то 4,5 литра. Где с блока слить я не нашел. Поэтому снизу поставил тазик и буду сливать через помпу. Откручиваем 7 болтов. Головка на 11 крепления помпы. Расслабил помпу, засочился антифриз. Верхний болт и нижний болт пока оставляю. Остальные все выкручиваю. Все, держит только два болта. Ослабляю нижний. Антифриз пошел. Пустяка. Слилась еще примерно около 2 литров, наверное. Может быть чуть-чуть побольше. Снимаю помпу. Какая большая кретчатка. Помпа живая. Дренаж не бежал. Сейчас остатки вытекут. Продую, протру. И будем устанавливать новую помпу. Новый ремкомплект у нас оригинальный. Получается ЛР-032-527. В комплекте идет... Все, коробка пустая. Помпа под номером ЛР-011-694. Это отдельно. Это если заказывать отдельно, так она общим комплектом под другим номером идет. Новенькая помпочка. Сразу идет с прокладкой. Фомока. Так, идет ролик ЛР-00-93-95. Это у нас натяжной ролик. Идет у нас обводной ролик. Номер ЛР-00-660. И идет у нас ремешок. ЛР-00-4257. Тоже гейтсовский ремешок. Ну и что? Устанавливаем помпу. Все, протер. Беру помпу. Устанавливаю ее на место. И наживляем. Помпа затягивается в два этапа. Первый этап 5 Нм. Второй этап доворот 17 Нм. Наживляю. Поставил 5 Нм. И прохожу. Поставил 5 Нм. И прохожу. Ставлю 17 Нм. Вот, поставил 17 Нм. ПОставил 17 Нм. И прохожу. все помпа протянута беру наживляю ролики